Но пока вот о чём манящие жёлтые ценники в супермаркетах от чего-то больно бьют по кошельку. Многие замечают, товар по акции на витрине часто значительно дорожает по пути на кассу. И в чеке уже совсем другая сумма. Похожие ситуации со скидками в меню ресторанов. Как обманывают покупатели в магазинах и кафе, и можно ли вернуть переплаченные деньги, выяснил Виталий Калашник. Сколько могут стоить две шпажки шашлыка с овощным гарниром? Олесе с подругой в одном из московских кафе такой обед обошёлся в 5,5 тысяч рублей. А да, там ведь ещё и свежие овощи были. Ещё на тарелке были нарезаны овощи. То есть помидорчик, огурец свежий, зелень, укроп, петрушка и лук. Ну, как обычно. Я думала, это просто сервировка блюда. Оказалось, что это не просто сервировка блюда, а это включается тоже в чек. И за это отдельная доплата. То есть вот эти огурцы и помидоры нам вышли в полторы тысячи рублей вместе с зеленью. Хотя цены в меню совсем не кусаются. Правда, указаны они за 100 грамм. Но таких крошечных блюд тут просто не делают. То есть 300 грамм я не могу? Нет. Ничего? Потому что это в армении. Точнее, я его кусаю. То есть только 500-700 грамм надо заказывать? Да. Перед нами женщины сидели три, я так понимаю, приезжие откуда-то из Казахстана, наверное. Они посидели на 11 с лишним тысяч. Естественно, она там устроила разбор полетов, кричала, но в итоге ничего не доказала. Специалисты говорят, здесь не доказывать нужно, а быть бдительными. Цены в граммах прописаны только мелким шрифтом, чтобы не привлекать к этому факту внимание. Стандартная уловка, которой пользуются некоторые кафе и рестораны. В супермаркетах тоже случается путаница с граммами. Разумеется, в пользу магазина. Например, на этой упаковке клубники указан вес 225 грамм. Но по факту весит она меньше. Или помидоры черри. За 250 грамм – 150 рублей. Только отдать эту сумму придется за меньшую массу томатов. 216. Но мы видим то, что это недобор. Даже, казалось бы, акционные желтые ценники и те могут обмануть. Случается, что скидка не доживает до чека. Цена была со скидкой 189,90. Без скидки 299,90. В итоге в чеке пробили 329 рублей. Вызвала администратора, говорит, это не мы виноваты, это компьютер. Сталкивались с таким случаем, что, допустим, взяли чай. На ценнике написано 49, а на кассе сказали... Конечно. Это, мне кажется, постоянно бывает. А вы берете товар по желтым ценникам? Никогда. Выгода практически никакой, потому что сколько раз бывает так, что это цена с желтым ценником, а посмотришь в другом магазине, даже дешевле. Юристы говорят, неразбериха с ценниками в магазинах – частое явление. Но даже если вы уже расплатились на кассе, то имейте право требовать вернуть деньги, поскольку вас ввели в заблуждение. Не получается договориться с кассиром – вызывайте управляющего. Если и он не идет к вам на встречу, идите вы, но уже в сторону прокуратуры. Если вам отказали, то вы пишете жалобу прокуратуры, чтобы провели проверку, и в Роспотребнадзор. Также параллельно можно подавать исковое заявление в суд. Но поскольку разница незначительная в сумме, то моя рекомендация – добавить в исковое заявление моральный ущерб, который уже более значительный будет. И, конечно же, возложить все судебные издержки на ответчика. Внимательность – ваше главное оружие, советуют юристы. А еще оперативность. Ведь через несколько дней после покупки будет сложно что-то доказать. Ведь не случайно даже в супермаркетах предупреждают – проверяйте чеки, не отходя от кассы. Виталий Калашников, Мария Карлыганова, Елена Лазарева. Москва, 24.